Всем привет! Сегодня я хотела бы вам показать, как сделать вот такую длиненую прикольную шапочку. Сейчас очень модно, чтобы шапочке краешек свисал вот так немножечко его заделывать, так сказать, вот сзади головы. Но сегодня я хотела бы вам показать, как сделать именно с отворотиком, с резиночкой. Сейчас очень актуально перед Новым Годом елочки, разные вот такие узорчики. Поэтому сегодня я хотела бы вам показать именно, как сделать вот такой прикольный узор елочки. Итак, кому понравилось, мы начинаем. Для вязания вам понадобится пряжа. Я взяла пряжу в 100 граммах 270 метров. То есть она немножечко тоньше, чем моя любимая Лана Голд. Также спицы 3,5 и дополнительная спица я также взяла номер 3,5. Можете взять специальную для кос, но, честно говоря, мне удобнее более с ровной. Теперь ножнички и крючок. Любой заправочный крючок, ну, допустим, двоечку. Мне хватило 100 граммового мотка на шапку и плюс еще немного осталось у меня для, если хотите, по желанию, можете сделать бубончик, помпончик на шапочке. Итак, начнем. Для начала вязания нашей шапочки наберите 130 петель и провяжите резинкой 2х2, сантиметров 14, так, чтобы вам хватило для отворота шапочки. То есть вот, если изложить пополам, это будет высота отворота для нашей шапочки. Затем, после того, как вы провяжете резинку, начинать нужно будет вам с кромочной, 2 лицевые, затем 2 изнаночные и так далее. У вас в конце должно быть 2 изнаночные и кромочные. Почему я набрала 130 петель? Для того, чтобы мне вот аккуратненько заканчивать. То есть, если мы соединим кромочные петли, у нас рисунок будет непрерывно продолжаться 2 лицевые, 2 изнаночные. То есть, если вы замкнете круг и сошьете по кромочным нашу шапочку, отворотик, то у вас будет продолжаться без той шва, не будет видно практически. На самом деле, на раппорт узора нам нужно по 21 петельке. То есть, наш раппорт узора состоит из 4 изнаночных, 8 лицевых, 1 изнаночной и 8 лицевых. И так до конца ряда мы будем чередовать. Раппорт узора из 21 петли состоит. Но так как 130 на 21 не делится, так, чтобы идеально ложился наш узорчик, то нам получается, если мы по 6 раз возьмем, допустим, 6 раз возьмем по 21, у нас получается 126 петель. Плюс 2 наши кромочные для сшития шапочки нам нужно. Итак, нам нужно 128 петель. Но если мы наберем и провяжем 128 петель резинкой 2х2, у нас будет не совсем красивые края. Получится либо 2 лицевых, либо 2 изнаночных. То есть, в конце, если вы будете сшивать, получится подряд либо 4 лицевых, либо 4 вот таких вот изнаночных. Будет, но некрасиво. Честно говоря, я уже практиковалась и мне не понравилось, то есть, как это выглядит. Я решила все-таки прибавить 2 петелечки для того, чтобы был красивый симметричный узор резинки. И затем, сейчас, когда я буду провязывать траппорт рисунка, я эти 2 петелечки в начале ряда и в конце просто провяжу 1 петелечкой. Смотрите, итак, мы начинаем. Кромочную нашу снимаете. Обязательно обратите внимание, мы начнем с изнаночной стороны. То есть, вот у нас наша ниточка краешек. Обратите внимание, опять же, я оставила такой не слишком короткий краешек, наверное, сантиметров 25, для того, чтобы потом шить начало края нашего. Вот. Итак, мы начинаем с изнаночной стороны. То есть, ниточка наша краешек с правой стороны. Продолжим. Кромочную снимаете. Теперь вяжем 4 изнаночных. Хотите, вяжите, чтобы не перекрещенными были, ну, то есть, за заднюю стеночку. Хотите, просто за лицевую. Я не думаю, что это слишком принципиально. Мне, честно говоря, удобно за переднюю. Но вот я сейчас посмотрела, наверное, чтобы красивее легли петли. Все-таки это лицевая сторона, наверное, буду вязать за заднюю первый ряд. Итак, вот, раз, два, три и четыре. Ну, смотрите, на изнаночных петельках я провяжу 2 изнаночные вместе. Вот я сделала первую убавку. То есть, у нас сейчас на наших спицах уже 129 петель, не 130. Вот я первое убавление сделала. И продолжаете, четвертую изнаночную. Вот, 4 изнаночные, но обратите внимание, я 2 изнаночные, где у нас шли. И в ряду резинки я провязала вместе изнаночные. Вот, 4 изнаночные провязали. Теперь 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изнаночная одна, можно опять же за заднюю стенку, повторюсь, для того, чтобы ровно ложился узор. Теперь снова 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз заострю ваше внимание. Вяжите по ходу, как петельки лежат. То есть, вот смотрите, если у вас изнаночная, вяжите за переднюю стенку лицевую. Если же у вас лицевая лежит как бы, ну, вовнутрь, как бы косичкой, то так и вяжите за заднюю стенку лицевую. Так у вас будет гораздо красивее вот изнаночную, еще раз повторюсь, за переднюю стенку вяжите. Лицевую за заднюю, как у вас ложится косичка. Тогда у вас петельки будут ложиться очень аккуратненько и такой, как бы своего рода гладью красивой. И продолжаем. Смотрите, мы провязали 4 изнаночные, 8 лицевых, 1 изнаночную и 8 лицевых. Теперь продолжаем, но уже сначала. То есть, 4 изнаночных, 2, 3 и 4. 8 лицевых по ходу движения. И как вот лежат наши косички. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная и 8 лицевых снова. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь у нас закончился второй раппорт. Мы с вами провязали 42 петельки и 1 кромочная. Продолжаем. 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4. И снова 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 изнаночная и 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мы провязали с вами 3 раппорта узора первый ряд. И продолжаете. 4 изнаночных, 8 лицевых, 1 изнаночная, 8 лицевых. И так до конца ряда. Кромочную провязываете изнаночной. Первую петельку в ряду просто снимаете, не провязываете. Для того, чтобы у нас получились по бокам ровные косички. И было легко и просто связать в конце нашу шапочку, чтобы не видно было шва. Вот мы дошли до конца ряда. И как вы помните, в первом рядочке нам нужно убавить еще раз вторую петельку. Смотрите, я провязала изнаночную по серединке, которая у нас одна идет. И теперь мне нужно провязать последние 8 лицевых. Я провязала 6 лицевых. А теперь 7 лицевую и первую изнаночную, вот эту вот, я поверну ее в другую сторону. Как бы косичку перенаправлю. И провяжу вместе лицевой. Это будет у нас 7 петелька. И 8, вот она, изнаночную провязываю лицевой. Кромочная, изнаночная. Почему я повернула? Для того, чтобы вот эта косичка лягла снова опять же ровненько по рисунку. Итак, смотрите, мы закончили первый ряд. Второй ряд вы поворачиваете изнаночный. И все последующие изнаночные ряды, вплоть до убавления, вы вяжете по рисунку. То есть первую кромочную снимаете. Затем идут изнаночные. Вы вяжете их изнаночными. Лицевые вяжете лицевыми. И так до конца ряда все последующие изнаночные ряды. Я повторять этого не буду. Провязывайте до конца ряда по рисунку. Третий ряд вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. 4 изнаночные. Все вяжем по рисунку. 8 лицевых. Вяжем 8 лицевых. 1 изнаночная. Снова 8 лицевых. В общем, все по рисунку. Пятый ряд. Вам теперь понадобится дополнительная спица. Первую кромочную снимаете. Затем 4 изнаночные. И все последующие, где у нас 4 изнаночные, так и вяжем изнаночные. 4. Провязала. Затем нам нужно формировать нашу елочку. И из этих 8 лицевых первых мы будем делать наклон влево. То есть первые 4 петелечки снимаете. 1, 2, 3, 4. Оставляете дополнительную спицу перед работой. И провязываете следующие 4 петелечки лицевой. 1, 2, 3 и 4. Теперь берете спицу дополнительную и с нее провязываете наши снятые 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. Затем нашу изнаночную. Вы так и провязываете изнаночной. Теперь нам нужно сделать наклон вправо. Для этого мы первые 4 из 8 вторых петельки снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. И теперь провязываем наши 4 оставшиеся лицевые на правую спицу. 1, 2, 3, 4. Затем с дополнительной спицы провязываем тоже 4 лицевые оставшиеся. 1, 2, 3, 4. Затем 4 изнаночные. Провязываем 4 изнаночные. Как вы видите, наш узор состоит всего лишь из лицевых и изнаночных петелек. Вот у нас получился первый поворотик. Затем повторяем наш узорчик. 4 изнаночные мы провязали, как и в начале. Теперь 4 первые петельки из 8 лицевых мы на дополнительную спицу и оставляем перед работой. Следующие 4 провязываем лицевой. 3, 4. С дополнительной спицы провязываем также лицевой. 1, 2, 3 и 4. Теперь изнаночную провязываем изнаночной. И следующие 4 петельки из 8, первую пару, мы снимаем на дополнительную спицу и оставляем за работой. 4 провязываем следующие с левой спицы на правую. И с дополнительной спицы также провязываем лицевой. 1, 2, 3 и 4. И, как вы видите, наш раппорт узора снова повторяется. 1, 2, 3, 4 изнаночные. И снова поворот. Сначала влево, затем вправо. И так провязывайте до конца ряда. Седьмой ряд повторяем все сначала. Вяжем по рисунку. Кромочную снимаете. 4 изнаночные. 2, 3, 4. Затем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Изнаночная одна. И снова 8 лицевых. И так по рисунку до конца ряда. То есть, смотрите, седьмой у нас сейчас пошел как за первый. Первый по рисунку. Смотрите, получается, вы сейчас провязываете по рисунку до конца ряда. Лицевая, где лицевая, изнаночная, где изнаночная. То есть, по рисунку. Затем возвращаете изнаночные по рисунку. Снова третий ряд лицевые и изнаночные по рисунку. Изнаночный ряд четвертый. И так далее. То есть, вы сейчас вяжете с самого нашего первого ряда. То есть, лицевые и изнаночные над лицевыми и изнаночными. С изнанки то же самое. После того, как вы провязали 2 лицевых и 2 изнаночных ряда по рисунку, то есть вы, получается, седьмой ряд довязывали, восьмой, девятый, десятый. Сейчас мы будем вязать одиннадцатый ряд, либо пятый ряд рапорта узора. Итак, смотрите, кромочную снимаете, 4 изнаночных провязываете, 4 изнаночных. Затем берем дополнительную спицу и первые 4 петельки узора нашего из 8 лицевых снова перед работаем на дополнительную спицу. Последующие 4 провязываем лицевыми и теперь с дополнительной спицы снимаем, провязывая лицевыми. Все, как делали мы пятый ряд нашего узора. Затем провязываем изнаночную, изнаночную и следующие 4 петельки мы снова снимаем на дополнительную спицу, но оставляем уже за работой. То есть делаем наклон в правую сторону. И следующие 4 петельки провязываем лицевыми. 1, 2, 3 и 4. С дополнительной спицы также провязываем снова лицевыми. Поворачиваете, как вам удобно. И провязываете лицевыми. Вот мы сделали снова наши наклоны. Теперь повторяем все заново. 4 изнаночные. Наклон влево. Спица перед работой с 4 петлями. Наклон влево делаем. 4 лицевые. Следующие провязываем лицевыми. Возвращаем дополнительные спицы. Снимаем, провязываем лицевыми. Хотите, если можете переодевать на основную спицу. Но, честно говоря, мне дополнительные довольно-таки удобно провязывать. Поэтому я не беру снимать. Это лишняя затрата времени. Затем изнаночную провязываете изнаночной. И 4 следующие петельки на дополнительную спицу за работу. В общем, все повторяете, как в пятом ряду предыдущего рапорта. Теперь 4 провязываете лицевые и с дополнительной спицей. Таким образом, вам нужно провязать до конца ряда. Делая наклоны сначала влево, затем вправо. И между ними 4 изнаночные петельки. Я сейчас записывать дальше не буду. Я думаю, что вам, в принципе, этот узор покажется легеньким. Вот такие елочки сделать очень, как вы заметили, просто. Вы берете, сейчас провязываете до конца ряда. Таким образом, поворачивая в стороны к себе вот эти вот, так сказать, если вы заметили, то елочка состоит из двух таких жгутиков. Причем повернутых друг к дружке, вот таким вот образом. Вы довязываете до конца ряда. Затем изнаночную по рисунку. И все последующие, еще раз повторюсь, изнаночные по рисунку. Не путайтесь. Затем лицевой ряд провязываете изнаночный. Лицевой и изнаночный. Пятый ряд делаете вот такие вот повороты, как мы сейчас с вами сделаем. Вам таким образом нужно провязать высоту шапочки. Я буду вязать длинную шапочку. То есть, вот он у меня отворотик. И сама шапочка у меня будет где-то приблизительно 30 сантиметров. Я пока сейчас не могу сказать наверняка. Я довяжу, потом вам скажу. Если вы хотите сделать ее с бугоном, у меня она будет без бугона. Вы, если хотите, просто свяжите классическую вот такую вот с отворотом, с бугоном, как я делала в предыдущих уроках, серую и так далее. То есть, хотите, просто сделайте вот такую классическую, как в предыдущих уроках. Но сейчас я буду делать без бугона и удлиненную с отворотом. Поэтому сейчас вы провязываете высоту, которая вам нужна. То есть, уже учитываете то, что отворот вот я загнула, так сказать, от отворотик делала. И сейчас вы делаете длину самой непосредственно шапочки без 2-3 сантиметров. Ну, я думаю, 2 достаточно будет для закругления шапочки, для окончания. Итак, набираете высоту, провязываете вот таким узором, не сложным, я считаю. Повторяете всего в рапорте узора 5 рядочков. То есть, смотрите, вы провязываете лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. И лицевой вы уже делаете поворот. Снова лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. По рисунку 5 поворот. То есть, я думаю, что здесь у вас возникнуть вопросом не должно. Продолжайте повторять до нужной высоты шапочки. И тогда я вам покажу, как мы будем добавлять петелечки.